Тись нет, не по берегу, а по дну Тихого Дона, новый, популярный в Ростове вид семейного отдыха. Да, специально приехать, посмотреть, погулять. Интересно, просто никогда такого не было, чтобы Дон так у нас ушёл. Отправляясь на природу, некоторые берут с собой уже не удочки, а металлоискатели, в надежде обнаружить под слоем ила и песка что-то посущественней водорослей и ракушек. Хорошая погода, мы решили выйти физически поработать, заняться интересным водоискательством, романтизмом. Всему виной верховка. Так на местном наречии называется ветер, который дует с востока сверху вниз по течению реки и выдувает из неё воду. Теперь, гуляя по дну реки Дон, можно дойти практически до буйка. Он обозначает фарватер, по которому ходят суда. Сейчас движение остановлено. Прогноз погоды был известен заранее, и капитаны остались ждать на рейде, не заводя баржи и сухогрузы на обмелевшие участки. А вот некоторые водители рискнули по ним прокатиться. Один и тот же лунный пейзаж по всему Приазовью. Пользователи соцсетей делятся видео из Таганрогского залива, порт Катона, Павла-Очаковской косы. Азовское море. Но что-то море не видать. В Таганроге сгонные явления на время осложнили водозабор, но накануне положение изменилось к лучшему. Уровень значительно увеличился. Сейчас он составляет 331 сантиметров. При норме 451. Чрезвычайной ситуации не произошло. В устье реки Доны у Азова МЧС пока сохраняет штормовое предупреждение. Уровень воды начнет расти, как только ветер переменится. Вероника Боря.